Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим сейчас разговор о первом послании апостола Павла к Тимофею и обратимся ко второй главе. Вторая глава этого послания довольно короткая. Правда, не в соответствии с замыслом Павла. Снова и снова напомню, что разделение на главы и стихи – это уже рубеж первого-второго тысячелетий христианской эры. Тем не менее, во вторую главу попали две темы, которые обсуждает Павел и которые он предлагает Тимофею в качестве примера того, как следует поступать, как должна выглядеть, так сказать, жизнь церкви, молитва церкви, общение христиан с Богом и друг с другом. И, во-первых, апостол говорит, прежде всего прошу тебя совершать молитвы, моления, прошения, благодарения за всех человеков. За всех человеков. Собственно, вообще послание посвящено церкви, как ей следует быть устроенной, как следует поступать в ней разным людям, какие требования предъявляются к тем или иным людям. Начинает Павел с того, зачем вообще это все существует – совершать молитвы, прошения, моления и благодарения за всех людей. Когда мы сегодня с изумлением обнаруживаем, что в нашей приходской практике нередко нам кажется, или нам кто-то рассказывает, что невозможно, нельзя молиться за тех, за этих, еще вот за этих, и вон за тех, и вот за тех, за всяких плохих или просто неправильных, ну, там, скажем, например, некрещенных, да? Ну, вроде как нам кажется, да, конечно, это так естественно. А Павел говорит, нет, нет, прежде всего, прежде всего ваша задача – совершать молитвы и благодарения за всех людей, за всех людей. Они сами, эти все люди, скорее всего, не могут этого делать, или потому что не знают, как и кому возносить эти молитвы и благодарения, или потому что настолько придавлены своей тяжкой ежедневной, повседневной жизнью, что просто голову поднять не могут и подумать о чем-нибудь, кроме поиска ежедневного пропитания. Неважно. Или эти люди вообще не просвещены никак. Павел говорит, ну, вот ваша задача – вы здесь, в этом мире живете, и ваша задача – молиться и приносить благодарение Богу за всех людей. Это время, когда уже местами начинаются чудовищные гонения, не очень масштабные еще, но уже кое-где христиан убивают, обвиняют в нелояльности и в измене Родине, обвиняют еще в каких-нибудь провинностях подобного же свойства, ссылают в каменоломни и так далее. Поэтому читающие думают, ну, как это так, за всех? И что, даже вот за этих, там, за начальствующих, за царя, за Нерона, что ли? Да, и Павел говорит, да, даже за Нерона, за царя и начальствующих. Ну, понятное дело, что в эпоху, ну, как сказать, в монархическом культурно-политическом контексте обычно этот текст понимали в духе, я бы сказал, оперы Глинки про жизнь за царя. Нет, нет, совершенно Павел никакой восторженности по отношению к монархии здесь не высказывает. Он говорит о том, что молитесь обо всех, даже вот об этих, да, за всех людей, даже за царей, за начальствующих, чтобы вот они нам не мешали жить, чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо этому годно Спасителю нашему Богу. Я думаю, что очень важно для нас услышать вот это повеление Павла о всеобщности нашей молитвы, о том, что мы призваны всех людей и независимо от их, так сказать, хорошего поведения, включать в нашу молитву, и для того, чтобы мы действительно могли, как он выражается, проводить тихую и безмятежную жизнь, жить спокойно, жить спокойно, без вот этих вот помех и враждебности окружающего мира. До написания апокалипсиса еще четверть века. Поэтому здесь немножко другие взгляды, и Павел еще не готов, как автор апокалипсиса, сказать, что эти начальствующие, они всегда будут отравлять христианскую жизнь и никогда не дадут ей быть тихой и безмятежной. Ну, вот его позиция здесь вот такая. Ну, еще, конечно, стоит обратить внимание на то, что слова из второго стиха «Проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» вошли в наше христианское православное богослужение с выражением «Да тихое и безмолвное житье поживем во всяком благочестии и чистоте». И для современного русскоязычного человека вот это славянское слово «безмолвное» чаще всего понимается в том смысле, что мы просим жить тихо, молчать в углу, в тряпочку и, так сказать, не высказывать своего мнения об окружающей действительности. Нет, Павел совершенно этого не имеет в виду. Он не говорит о том, что мы призваны помалкивать. Нет, он говорит о том, что мы стараемся и молимся, чтобы вот эти странные люди вроде Нерона не мешали нам, не устраивали из нашей жизни кровавый баловян, как это, собственно, делал Нерон. Теперь дальше третий стих, третий и четвертый, на самом деле еще круче, потому что почти вскользь Павел говорит о том, что вот давайте просить, молиться об них, о всех и, в частности, даже вот за таких людей, чтобы они не мешали нам жить в благочестии, в чистоте. Потому что это угодно Богу, ну, вроде бы понятно, да, Богу угодно, чтобы мы жили благочестиво и чисто. Нет, оказывается, не об этом речь. Павел говорит, это благоугодно Богу, который хочет всем людям спастись, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Еще раз, он утверждает, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Все без исключения. Все это, значит, все. И в контексте предыдущих стихов, где за всех человеков он предлагает молиться, и за царей, и за начальствующих даже, да, Бог хочет спасения всем людям, не потому, что там эти люди хорошие, им Бог хочет спасения, а эти плохие им Бог не хочет спасения. Нет, не так. Так, сердце Бога таково, что оно открыто для всех. И это чрезвычайно важное и сильное утверждение. Понимаете, да что бы мы ни думали про авторство и время, и контекст написания, но вот сама по себе эта идея, это выражение, Бог всем человеком, хотя и спастись, Бог, который хочет спасения всех людей, это просто надо наизусть знать. Слишком часто и слишком много разные странные люди, которых Павел в этом послании называет лжиучителями, пытаются врать нам про избирательность, Божьего милосердия, про то, что вот эти подойдут, эти не подойдут, и так далее. Павел говорит о том, что вообще не в этом дело, хочет Бог спасения всем людям, чтобы все пришли по знанию истины. Дальше действительно твой выбор, дальше вступает в действие 25 глава Матфея, как ты поступал по отношению к ближнему, но хочет Бог спасения всех человек, нет воли отца моего, чтобы погиб один из малых сих, говорит Господь Иисус. И вот, собственно, по-видимому, об этом и вспоминает Павел в пятом стихе, говоря о том, что Бог один, и вот между ним и нами, людьми, есть только один ходатай, один посредник, человек Христос и Иисус. Иисус тоже на простом языке. Это означает, что каждый из нас находит единого Бога, встречается с Ним и обретает его жизнь, обретает познание истины в Иисусе. Никак по-другому. Один посредник, один посредник. Никак миновать эту точку встречи с Богом, личности Иисуса из Назарета, никак невозможно, что для Павла принципиально важно. Ну и, конечно, нельзя не обратить внимание на то, что среди христиан вот эти слова о Боге, который хочет спасения всех человеков, вызвали потом немалые споры. Это оказалось очень трудно принять. Трудно представить себе, согласиться, что Бог, который хочет спасения всем человеком, что и моему соседу с его перфоратором, или там еще кому-нибудь, кто нам не нравится. Ну, обычно атеисты в этом месте, конечно, приводят Ленина и Гитлера в качестве примеров, действительно чего-то самого чудовищного в человеческой истории. Ну и христиане на этом месте пожимают плечами, не решаясь говорить определенно. Ну вот Павел говорит вот так. Бог хочет спасения для всех. Не все его принимают, это да. Ну вот так. Потом уже в третьем, в четвертом веке и позже, в том числе и на основании таких выражений Павла появилось представление о всеобщем спасении, которое в конечном итоге отцами церкви не было принято как адекватное, как соответствующее здравому евангельскому учению. Я имею в виду вот представление о том, что в конце концов каким-то образом Бог всех спасет. Павел не говорит, Бог всех спасет. Павел говорит, Бог хочет, чтобы мы все пришли к познанию истины. Бог хочет спасения всех человеков. Ну, правда, затруднение логическое здесь состоит в том, что в таком случае получается, что не все, что Бог хочет, происходит. Ну, впрочем, опять же, для христиан, которые помнят о гефсиманском Барине, здесь тоже нет ничего особенного удивительного. Итак, Павел начинает свой разговор о церкви с того, что она призвана служить вот этому желанию Бога, служить тому, что Бог хочет, чтобы все познали истину, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И задача церкви именно трудиться для этого, именно этому Божьему желанию служить. Вторая половина второй главы. Совершенно в каком-то смысле без всякого логического перехода, или, по крайней мере, нам, в отличие от Тимофея, этот переход, абсолютно невиден и непонятен, Бог, простите, апостол Павел начинает говорить о женщинах. Он говорит, «Итак, я хочу, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения». Ну, давайте, во-первых, услышим детали того, что говорит апостол. Он только что сказал, «Прошу совершать молитвы и благодарение за всех людей». Как это выглядит? Хочу, чтобы везде, на всяком месте совершали, произносили молитвы мужи. на всяком месте в данном случае вряд ли означает в лесу, на дороге, на спортплощадке, или там в органах муниципального самоуправления, или что-нибудь еще. Скорее все же нет. Павел, скорее всего, имеет здесь в виду все общины, которые связаны с эфесской общиной в пригородах, в окрестных деревнях, в маленьких городках, которые неподалеку от эфеса расположены, и которые все так или иначе находятся в поле зрения и попечения Тимофея, вероятнее все же Павел говорит о том, что вот во всех этих местах возносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Помните, однажды Петр говорит мужчинам, обращайтесь с женами, как с немощнейшим сосудом, дабы не было вам препятствия в молитвах. Павел, в общем, в каком-то смысле говорит о том же самом, о чистых руках без гнева и сомнения. Он говорит о том, что твое состояние внутреннее, то, что у тебя в сердце, оно может быть препятствием в молитве или нет, осквернять твои руки или оставлять их чистыми, делать их чистыми. Вот этот гнев и сомнение, гнев и сомнение, это то, что оскверняет человека и препятствует его молитвам. Обратите внимание, до какой степени это не похоже тоже на то, что сегодня христиане друг другу пропагандируют что угодно, только не избавление от гнева. И мы готовы там даже объяснять, что чего-то там прощать не следует и так далее, и про праведный гнев, всякую гнать по руку. Павел говорит вот так. Если ты не хранишь сердце от гнева, это не значит произносить молитву, воздевая чистые руки. Это само по себе чрезвычайно существенная вещь. Функция, так сказать, мужчин, как ее видит апостол. Люди с чистыми сердцами, в которых мир, и которые воздевают к небу чистые руки, произнося молитвы за всех людей. Ну и он добавляет, а женщины, чтобы без вот этого всего золоченого парчи и прочее-прочее, в тишине украшали себя добрыми делами, благочестием, и вот так молились в украшениях добрыми делами. Ну, во-первых, знаете, духовенству, которое тоже все с золотом, жемчугом и многоценной одеждой, крайне неудобно. читать эти слова, потому что мы не просто драгоценные одежды, а прям как женщины. Ну, прям обидно такое от Павла слышать, поэтому обычно духовенство этого к себе никак не относит. Ну, может, и справедливо не мне судить. Да. сам апостол, во-первых, во-первых, он предлагает нам увидеть, что то, что для мужчины мир в сердце, очищение сердца от гнева и колебаний, примерно так же для женщины добрые дела. Добрые дела. Вот. А не всякие вот эти вот украшательства, плетение волос, золото, жемчуг, многоценная одежда. Ну, если бы Павел на этом остановился, было бы все хорошо. А дальше он на самом деле говорит нечто более странное. Жена доучится в безмолвии со всякой покорности, а учить жене не позволяя не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Павел аргументирует, говоря, что прежде создан Адам, потом Ева. И что, собственно, почему это должно быть основанием для женского безмолвия, на самом деле непонятно. И не Адам прельщен, но жена прельстившись. Что тоже, в общем, передергивание, потому что в конечном итоге ответственность падает именно на Адама, если мы обратим внимание к рассказу книги «Бытие о грехопадении». Вот, аргументация у Павла получается здесь не особо убедительная. Почему он так вот задвигает женщину на второе, на какое-то там место, почему она должна помалкивать. Ну и дальше в 15 стихе он вообще говорит странную вещь, спасется через чедородие, если пребудет верь, любви и святости с целомудрием. И эти слова послужили причиной многовекового смущения в отношениях в отношениях в отношениях в представлении о том, что женщина тоже человек. Понимаете, вот всякие злобные и вредные глупости, написанные в домостровы, вот они, конечно, на такие не вполне удачные мысли и выражения опираются. Причем, заметьте, что подлинный Павел, когда он говорит в других письмах об этой теме, он говорит, четко различая, мое мнение вот такое от Бога вот это, а это мое мнение. Здесь этого нету. То ли это впрямь не Павел, то ли в этот момент у него какой-то такой жизненный контекст, и его так достали тетки, значит, пытающиеся всех получать, что он говорит, лучше пусть вообще молчат, спасаются чьи-дородием. Это можно воспринять эти слова как некоторый такой эмоциональный всплеск. Но кроме этого еще толкователи в 20 веке выдвинули гипотезу, что может быть послание более целостное, чем мы думаем, и здесь не вообще имеются в виду какие-то любые женщины, как феномен, а что Павел имеет в виду вполне определенную социальную страту, ну, или группу в христианской церкви, к которой он обращается, богатых и страдающих от безделья вдов молодых, не истинных вдовиц, а молодых вдов, да, у которых денег много, они могут себе позволить вот, значит, эти же там золоченые все одеяния, делать нечего, и они бегают за вот этими вот учителями мистической духовности, младостарцами и тому подобным, и возможно, возможно, это не моя идея, поэтому мне трудно, так сказать, ее отстаивать или опровергать, но она, мне кажется, по меньшей мере, имеющая право на существование, возможно, Павел имеет в виду вот этих вот не вполне адекватных тетенек, а вовсе не любую здравомысленную женщину, понимаете, потому что многим из женщин в конце концов до такой степени не до украшательства в их повседневном труде, что трудно отнести вот это место послания к ним. Так или иначе, здесь Павел выступает, конечно, сторонником довольно существенного гендерного различия. Помимо прочего, он говорит о том, что есть разница в призвании мужчин и женщин. Ну, почему нет, в конце концов, в других письмах он пишет, что вот Бог одних призвал апостолами, других евангелистами, третьих еще чем-то на какое-то такое служение или такое служение. А вот есть мужчины и женщины, значит, мужчины пусть учатся хранить мир и без гнева возносят чистые руки, а женщины пусть участвуют в их этих молитвах не с этим дурацким украшательством, а с добрыми делами, которые действительно украшают любую личность. Вот примерно так, я думаю, можно было бы сейчас отнестись к этим словам апостола Павла. Хотя повторю, что исторически многие поколения христиан использовали это место апостольского послания как основание для самого неприкрытого и грубого мужского шовинизма. Павла.